Из 12-20-х праздников у христиан 4 Богородичные. Начинает их Рождество Пресвятой Богородице, в честь которого и освящен Индинский Кафедральный Собор, а заканчивает Успение. Смерти в понимании верующих нет, земная кончина лишь переход к жизни вечной. Вот и Успение Пресвятой Богородице – дата отнюдь не скорбная, а праздничная. Согласно преданию, после вознесения Иисуса Христа, Пречистая Дева Мария, жила в Иерусалиме, часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы Марии явился архангел Гавариил и возвестил, что сын твой и Бог наш примет тебя, Матерь свою, в небесное царство, чтобы ты жила и царствовала с ним в бесконечное время. Перед кончиной Богородицы в Иерусалим чудесным образом восхитили ангелы и на облаках перенесли апостолов из тех мест, где они проповедовали. В момент смерти заблистал несказанный свет. Сам Христос явился, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное. С тех пор она самый усердный небесный заступник всего рода человеческого перед престолом Божиим. Главный свод Богородицы Рождественского собора расписан изображениями значимых эпизодов земной жизни Пречистой Девы. Рождество, введение во храм Благовещения, Рождество Христова, Успение и чудесные события, которые сопровождали траурную похоронную процессию с гробом Богородицы. Как апостол Фома, которого звали неверующим, открыв крышку гроба, обнаружил, что Господь воскресил свою мать и вознес ее тело на небеса. И сердца Господи, Успение и Твои. В своей проповеди Владыка Филарет рассказал людям историю праздника и раскрыл его глубокий смысл. Насколько нам, людям, повезло, что на небесах у нас есть заступница усердная. Хотя, по свидетельствованиям святых отцов, в Царстве Божьем Пречистая Дева бывает редко. Она почти всегда с нами на земле. Жизнь не настаивает Пресвятая Дева Богородицы. Пребывает с нами всегда. Помогает всем нуждающимся, кто вскорбе прибегает к ее морю. Ибо она предстоит пред своим Божественным Сыном, как мы. Опять поем в тропаре. Мать Исущая Живота. То есть, в церковной славянской кризисе, не совсем русский. Мать, родившая вечную жизнь. До их главного Богородичного праздника индинцам осталось ждать недолго. Уже совсем скоро, 21 сентября, Рождество Пресвятой Девы. Уже три года как престольный праздник города Инза. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии. Специально для Улправда ТВ.